Сегодня в некоторых районах города отключили уличное освещение, и я уверена, что это только для того, чтобы было лучше видно сияние. Сияние Арктики — это конкурс красоты, гости которого у нас сегодня в студии. В открытой студии сегодня веду я, Машу Максимову, и вы можете присоединиться к нашей беседе. 8-921-708-2006 — номер для ваших сообщений в Телеграм. А теперь давайте поздороваемся и представим наших очаровательных гостей. Это Виктория Колбасова. Всем привет! Ирина Высоцкая. Привет! Это роскошная участница второго сезона конкурса «Сияние Арктики». И тут они за эфиром успели скромно сказать, что для девчонок это первый конкурс. Правда, что ли? Да, это правда. Что, даже в первом сезоне никто не участвовал? Нет. Хорошо, а как узнали про «Сияние Арктики» и почему решили, что вот прям надо идти? Попалась реклама ВКонтакте. Если честно, я сидела, мне было дома очень грустно. Я листала ленту ВКонтакте, просто безумно. И тут мне попалась рекламная запись о том, что вот проходит конкурс красоты. И я такая, а почему бы, собственно, и да, такая, ну-ка, и подала заявку. Слушайте, Вик, было бы интереснее, если бы вы сидели на своем основном месте работы, на предприятии «Звездочка», знаете, совсем там, в окружении мужчин серьезных, которые ремонтируют корабли. И вот вы бы сказали, вот сейчас самое время идти на конкурс красоты. Они меня поддержали, в принципе, что они и сделали, собственно говоря. Да? Да. Слушайте, как коллеги не подтрунивают, что у вас такая серьезная работа, там, техническое обслуживание огромных кораблей, а вы на конкурс красоты? Нет, они мне наоборот сказали, вау, то есть наша «Звездочка», на «Звездочке» наша «Звездочка», поэтому давай, когда будет голосование, мы всем заводом будем за тебя. Я такая, я все скажу. Девочки, вы поняли, что тут конкурентное преимущество? Вот за вас может завод проголосовать, а? За Вику могут. Ладно, вернемся еще к вашей недевочковой работе. Ирин, а вы как решили принять участие в конкурсе? У меня вообще очень веселая история. На самом деле, это для меня была случайность, а моя подружка подала за меня заявку и просто поставила меня перед фактом. А подружка-то сама участвует? Нет. Это для тебя. Вот это подстава! Я сначала была в шоке, но потом поняла, почему бы нет. Мне стало интересно, я загорелась этой идеей, прям с удовольствием. Судя по вашим социальным сетям, у вас такая достаточно медийный образ жизни. Вы очень любите фотосессии, и, наверное, конкурс красоты – это не что-то противоестественное. Так ли это? Ну, да. Скорее всего, это так, потому что я к этому пришла. То есть это не сразу все было, фотосессия, все постепенно. А в какой момент вы поняли, что, может быть, у вас там, не знаю, в детстве выступали на сцене, и вот у вас всегда звездочка-звездочка, и тут решили, что вот сейчас будут такой вот в медийку пойду вести активно социальные сети. Ну, нет, скажу точно, в детстве я не была прям звездочкой, не выступала на сцене абсолютно, но сейчас я чувствую в этом потребность, мне хочется, это эмоции, это очень интересно. Девчонки, что вообще дает участие в конкурсе красоты? Вот, Вик, для тебя. Уверенность в себе. Здесь прям появляется, не знаю, раскачиваем женскую энергию, как говорится. То есть это прям очень хорошо помогает себя увидеть, как бы говоря, понять, что ты все-таки красивая. То есть у многих девочек есть такие комплексы, даже с детства идет, когда тебя там мальчик какой-нибудь назвал, что ты некрасивая, и все, это у тебя в голове засело, и ты пошла до, не знаю, до высокого возраста о том, что ты некрасивая. Сейчас ты этим мальчиком корабли ремонтируешь, да? Да, сейчас такая, вот назовете меня некрасивая, и все, и будет у вас пробой. Вот, серьезно. Мальчики, каждый раз, когда вы обижаете девочек, помните, что от них, когда они вырастут, можно зависеть ни больше, ни меньше ваша судьба. Слушайте, ну вот у меня такое, знаете, есть еще какой-то стриптип про конкурсы красоты, что это такая муштрай. Наоборот, тебе говорят, криво ходишь, ноги кривые, ах ты толстая, вот, и вообще похудее. И как вообще на подиум можно с таким лицом, например? Это если вы пересмотрели супермодель по-американски, где-то вот такие вот. А здесь нет, здесь, наоборот, у нас преподаватели очень замечательные, то есть мы занимаемся в АМА-студии моделинга, и это там у нас и танцы проходят, и дефиле. Дефиле – это вообще пушка-бомба. Наша, грубо говоря, инструктор, учитель, так сказать, который нас обучает, она все доступно рассказывает, все показывает. То есть даже если там девочки задают кучу там одинаковых вопросов, она все спокойно отвечает, то есть нет такого, что там ноги кривые, да ты там все, как корова ходишь, такого нет. Нет, очень внимательно, на самом деле, и показывают, подсказывают, мы сами друг друга поддержим. Там это все настолько легко проходит, без муштры нет, совсем. Нет такого, что там лезвие куда-нибудь подсказываешь. Нет, слушайте, я вообще, на самом деле, каждый раз, когда сажусь в эфир с участницами «Сияния Арктики», жду, что сейчас будут скандалы, интриги, расследования. И всех ваших коллег пытаюсь, что вот когда уже там начнется за первое место грызня, и девчонки начнут друг другу платье резать, и вы все приходите, и у нас все хорошо, вы такие миленькие. Ладно, расскажите еще про дефиле, просто я читала, что это такая достаточно интенсивная физическая нагрузка. Это же на каблуках? Да, на самом деле, я думала, я хожу на каблуках каждый день, ну не каждый день, но часто. Я думаю, это так легко, думаю, ну что меня, чему могут научить? Оказалось, это так сложно, это серьезная подготовка, то есть это осанка, это походка, то есть все тело задействовано. И на самом деле после тренировки я чувствую выдох. То есть прям мышцы напрягаются. Да, да, и это классно, это здорово, и начинаешь чувствовать свое тело совсем по-другому. А еще есть танцы, да, кажется, у вас организаторы? Рассказывайте про это. Это отдельная любовь, я просто очень люблю танцы, увлекаюсь танцами. А я видела на вашей страничке, как называется направление? Ну, разные. Вообще больше мне нравится стрипластика, но сейчас еще хай-хиллз. А вы давно занимаетесь стрипластикой хай-хиллз? Два года. Ого, ну я видела просто, слушайте, ребята, если вы не видели видео Ирины, это правда уровень, знаете, сфереографии, как будто она преподает, честное слово. Вот и прям это хорошо. Ну это от души прям, мне это очень по душе, поэтому, наверное, так получается. Почему вы выбрали это направление? Захотела себя попробовать в этом. Просто я часто читаю, что это там про женственность, вот про все, вот как-то именно это направление. Ну это пластика, да, это женственность, конечно, прокачиваются в многие, качество, и это круто. А хореография у вас какая? Что вам дают из танцев? Или просто движения базовые на конкурсе? Ну там базовые движения, конечно, есть. Мы прорабатываем. Ну там не сложные движения. Абсолютно. Собственно говоря, большинство девочек не занимались танцами никогда. То есть я, например, тоже я танцами особо никогда не занималась. У меня всегда были такие, если спорт, то это, не знаю, качалка, то это там волейбол, то есть там где вообще пластики, как говоря, нет. А тут танцы, и ты начинаешь там двигаться, такой, вау, я там, волна. Это что-то такое. Да, еще круто то, что мы все вместе, это будет общий танец, и мы все вместе, и это очень красиво смотрится. Даже сейчас уже очень красиво. Так, когда финал? Когда нам смотреть на вас красивых? Десятого февраля. Понятно, площадка еще неизвестна. Океан Холл. Понятно, да, 10 февраля в Океан Холле много красивых девушек будут называть красивые танцы, которые они репетировали. Сколько месяц уже? Так, ну месяц уже есть. Месяц прошел, да. Да, еще, получается, в январе у нас. Ну, месяц, грубо говоря, еще месяц. Да, ну, два месяца, грубо говоря. Понимаете, да, какая подготовка? А там еще этот костюм, это все красиво. А дефиле будет на финале? Да. Да, конечно. То есть нужно еще будет сначала. Как вообще будет финал проходить? Там очень насыщенная программа на самом деле. Ну, дефиле точно будет. Да, танец будет. Танец будет. Сольные номера еще будут. А вы расскажете, что вы подготовили? Сольные номера. Или это секретный секрет? Ну, нет, ну, я в общем расскажу. Это танец, но конкретики нет. Музыка я выбирала прям по душе. И кто будет на финале, вот это прям то, что меня зажигает, эта музыка. А вы умеете интриговать. Хорошо. Так. А у меня я буду петь. Да? Вы еще и поете. Да, я всегда, я очень любила петь. Ну, то есть у меня там музыкальное образование. Ну, я училась в музыкальной школе, поэтому у меня такая песня. Вот это вот всякие музыкальные штуки. Слушайте, класс. А будет хор завода «Звездочка», который состоит. Всех позову. Я очень на это надеюсь, потому что, мне кажется, у меня уже точно есть фаворит. Кстати, про фаворитов конкурса. Я знаю, что за приз, который 100 тысяч рублей, денежные, кажется, девочки голосуют сами. Вы уже знаете, за кого вы отдадите свой голос? Нет. У меня есть несколько претендентов, честно скажу, которые прям вот, ну, есть по душе девочки. На самом деле, очень дружный. Вот коллектив собрался, мы прям очень хорошо общаемся. Даже вне конкурса мы иногда собираемся. Ну, ладно, это пока не финал. Вот когда до 100 тысяч дел дойдет, тогда, небось, начнется. Мне хотелось бы, чтобы мы общались и после этого. В любом случае мы будем голосовать. Каждый голос мы будем отдавать за одну девочку, поэтому за себя голосовать нельзя, жаль. Тогда было бы очень. 19 голосов, и все за каждую. Слушайте, я бы посмотрела такой конкурс красоты, знаете, потом, как они определяют, кто же все-таки победит. Слушайте, вот мы поняли, что Вику поддерживает. Ирина, как ваша семья относится к вашему участию, тем более такому внезапному в конкурсе? Ну, это было для всех неожиданностью, но когда больше не понравилась реакция дочки, когда я сказала, что иду на конкурс красоты, она сказала, мам, а я знала, что ты рано или поздно пойдешь, что ты самая красивая девушка в городе. Сколько хожу, красивее тебя не вижу. Ну, все, я уже победила. Потрясающе. Я поняла, что девочки и мальчики детей нужно рожать для того, чтобы они рано или поздно вам сказали, что вы самый красивый человек в этом городе. Сколько вашей дочке? 11. Как ее зовут? Софья. Софья, если ты нас смотришь, я передаю тебе большой привет. Ты умница. Именно так и нужно поддерживать своих родителей. И всем тоже желаю, чтобы дети их любили именно так. Хорошо, понятно. Вот будет так. Они пойдут на финал? Обязательно. Да, муж сказал, естественно, я говорю, если что, выйдешь на сцену, естественно, я выйду на сцену. Дети тоже поддержали. Ой, обожаю этот момент, знаете, вот эти вот все слезы, вот это все, ох, как я люблю. Так, ладно, расскажите мне про отбор. Были ли какие-нибудь критерии? Рост? Мы уже тут, кстати, между прочим, за эфиром с Ириной поняли, что мы не очень любим Вику, потому что она призналась, что не рост 175, а мы, мягко говоря, не дотягиваем до Нового года, уже вряд ли вырастим. И все-таки были какие-то критерии отбора? Рост, вес, размер ноги? Нет, наверное, главное возраст от 18 лет и все. Дальше критериев нет. То есть, как бы любая девушка красива по своему, поэтому все типажи у нас присутствуют на конкурсе. Да. Да, слушайте, мы уже говорили об этом, что такое новое веяние. Кстати, расскажите вообще, чем, вот как вам кажется, какие сейчас есть тренды в мире конкурсов и вообще в бьюти-сфере? Может быть, тренд на бодипозитив или что-то еще? Ну, мне кажется, наверное, все-таки тренды всегда, которые будут тренды всегда, это естественность. Естественность, ну, быть собой надо. Ну, не знаю, насколько это современно, то, что я думаю, но мне бы хотелось, чтобы человек, какой есть, вот он не приукрашивал себя, не фотошопил, вот такой есть, такой есть. То есть, условно, полностью переделанное лицо, тело отфотошопленное, это уже... Ну, это уже не тренд. Это уже не моде. Не хотелось, не хочется, чтобы девочки были похожи друг на друга. Сейчас уже наоборот. Все, каждая должна быть индивидуальной и красивой по-своему. Сейчас уже наоборот, больше идут, уменьшают губы, кто-то наоборот, вот раньше это было популярно, увеличение губ, вот это сейчас большинство на уроках убирает, потому что уже за естественность. У нас же кто-то там играет с ресницей, кто-то там еще что-то, выкачивает весь свой силикон и так далее. Возвращают носы, да, на пластике. Слушайте, ну, есть, конечно, вещи, которые достаточно сложно повернуть вспять. Еще мне кажется, что сейчас с бровями что-то происходит, и все девчонки, которые делали широкие брови, сейчас тоже потихонечку возвращают моду, да? Больше, ближе к естественности, да. Знаете, еще о чем думаю часто, что вот тренд проходит, а наши с вами на ВИПе даже сделанные губы остаются, потому что лет через 10 можно понять, когда пришелся пик твоей карьеры. Так, ладно, здесь я поняла. Слушайте, а есть на конкурсе девчонки, которые поняли, все, пошла губу уменьшать, уже не модно? Или у вас нет таких коллег? Я не замечала, что девчонки что-то такое говорили, нет? А вообще какие-то, вы замечаете, как внешне меняются участницы? Может быть, кто-то сменил имидж? Я бы, наверное, заметила, эмоционально раскрываются девочки, прям много заметно, которые вот как вначале были, раскрываются, потому что это конкурс, и мы общаемся, и мы получаем удовольствие, и чем больше мы узнаем друг друга, тем больше мы становимся открытыми. Ну, даже я сама по себе могу сказать, то есть, когда я прихожу в новый коллектив, я всегда вот так вот скромно себя веду, как будто такая, так, вот как все незнакомые люди какие-то пока что-то, надо пока присмотреться. И потом через какое-то время начинаешь раскрываться, и уже такая, эх, эй. А сейчас вы модельной походкой заходите в новую компанию и говорите, я вообще-то участница конкурса красоты «Сияние Арктики». Ну что ж, друзья, как меняются участницы конкурса «Сияние Арктики» и какие тренды сейчас в бьюти-сфере есть, мы с вами узнаем после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Я совершенно уверена, что вы даже не переключались. И знаете, когда у нас в гостях участница конкурса «Сияние Арктики», всегда хочется как-то выпрямить спину, вспомнить про модельную осанку и отодвинуть подальше микрофон, чтобы вот прям работать в камеру лицом. Знаете, вот как прям учат. Я напомню, у нас сегодня в гостях самый красивый инженер по образованию и по, в общем-то, направлению, где Вика работает, Виктория Колбасова, между прочим, да, я уверена, что это не только самый красивый инженер в Мурманске, но, возможно, и в России. Если бы был конкурс красоты среди инженеров, вот 100% Мурманск бы было кому представлять. И самый красивый человек этого года, по мнению 11-летней Софии, с которой мы не спорим, это Ирина Высоцкая. Девчонки, ну, продолжаем эфир. За эфиром мы рассуждали о том, что лучше, натуральность или искусственность. Ну, рассуждали мы о ёлках, но на самом деле такой же тренд сейчас есть и во всей бьюти-сфере. Девчонки уже поделились, что сейчас нет какого-то стандарта красоты и уникальность и естественность – это то, что продвигается на конкурсах красоты. Расскажите, вот вы связаны, Ирина, с фотографией, да? Как давно вы фотографируетесь, придумываетесь, реализуете съёмки? Ну, это, наверное, года три уже продолжается. Ну, три года в этой сфере – это много трендов поменялось. Сейчас что вы наблюдаете? Стало ли ретушь помягче, например? Ну, я бы сказала, я работаю с фотографом уже достаточно много времени, и она не любит ретушь. Она вот именно за естественность. Вот какая ты есть – есть морщинки, значит, будут морщинки. Есть животик – значит, будет животик. То есть это… Я такая, какая есть, и мне это нравится. И я полюбила себя такую, какую я есть. Если я раньше смотрела на такие нюансы, здесь бы я подправила, здесь бы я убрала, то сейчас я абсолютно себя воспринимаю так, как вот какая я есть – мне, я себя люблю. Слушайте, а как вы вообще относитесь к фотографиям, когда человека не узнать? Ну, знаете, там, ноги удлинить сантиметров на 20, глаза увеличить. Ну, к чему? Ну, это уже совсем. Это комплексов у человека уже слишком много, и он пытается их как-то, не знаю, прикрыть вот этим фотошопом. Ну, когда встречаешься с ним вживую, и это совершенно вообще как бы… Я не знаю, как будто… Другой человек. Да. Клиника пластики, где до и после, и тебе после это уже ты увидела, а тут до приходит, и ты такой, что-то у меня не складывается картинка. А на вашем конкурсе были такие казусы, когда вы смотрите там на девчонок на страничке ВКонтакте, а потом вы идите вживую и думаете, уф, это ты, я не узнала? Нет. Нет, у нас нет таких девочек. То есть ты, если смотришь фотографии там в социальной сети, там ВКонтакте, то приходит та же самая девочка, и ты такой, а, я тебя узнала. Слушайте. Это точно ты. Это важно. Так, Вик, спрошу у вас еще про фотографии. На страничке увидела какую-то потрясающую фотосессию на ледоколе. Что это было? Это вообще-то, я не знаю… На ледоколе Ленина, да? Да. Когда у нас была первая фотосессия на конкурсе, знакомство, то нас всех отводили, ну, записывали к визажистам. Меня записали к Ольге на комментыр на пять. Так, так, главная интеграция, за которую нам не заплатили. Вот. И она, когда меня красила, она говорит то, что очень естественное лицо. То есть она говорит то, что очень редко встретишь лицо, где вообще ничего нет. Как бы говоря, ни татуажа, ни ресницы, то есть вообще ничего нет. Говорит то, что можно я, если что, вам напишу или позвоню, будьте моделью. И я такая, да, конечно, то есть пишите. И тут какой-то день она мне такая пишет. Вот, будет съемка, там, по-моему, в среду в восемь утра. Съемка в стиле Slavik Girl. Так, давай поясним, что это такое. Это чисто русские девушки. Это вот эти шубы с девяностых, мамины, которые в шкафах лежат. Вот эти вот шапки вот эти меховые, когда вы все такие с красными губами. В русских таких вот все, прям видно, что русская девушка. Все лучшее сразу, да? Вот, это мировой тренд. То есть он сейчас... А, он от нас пошел. Да. Да, то есть он сейчас очень сильно завирусился вообще везде. Так. И вот она мне написала, что нужна девушка, она говорит, у тебя славянская внешность. И говорит, что вот, не хочешь поучаствовать? Я такая, да, конечно, я хочу. Я сразу такая, так, на работе пишу, так, меня до обеда не будет, меня не ждите. Я на ледокол фотографироваться в шубе, мальчики, сегодня без меня. Так. Они такие, да, конечно. Потрясающе, собственно, как хорошо работать в мужском коллективе. Вот. И, собственно говоря, нас было двое. И вот эта вот идея на ледоколе Ленина, это просто меня поразило, потому что никогда еще такого не было. И даже сама фотография говорит, что это впервые у нас такое в мужском коллективе. Как вас пустили? А там можно снять, кроме говоря, ледокол на час. Да, арендовать. Ну, естественно, не весь, а несколько кают. То есть как бы вас там водит человек по этим каютам, и вы такие все красивые, с бокалами. Вот это настоящий тренд «Славик Гёлл». Русская женщина может позволить себе снять ледокол атомный и пофотографироваться целый час в шубе. Красная была? Да, конечно. Бутерброды с красной икрой, бокальчики и гристалла, и мы фотографировались. Это просто потрясающе. Это так. Хорошо, Вика, это ваш первый опыт в профессиональной фотосессии? А, нет. Благодаря конкурсу у меня было еще одна. А, ну до конкурса нет? Нет, до конкурса тоже была. Как она порционально выдает. Я вообще-то раньше фотографировалась. Это было давно очень. Фотосессии в школе и свадебные не считаются. Окей? А тогда это первая фотосессия? Блин. Нет, была в университете. То есть там тоже были две, по-моему, фотосессии. Но сейчас это более такие взрослые, более профессиональные. Короче, можно сказать, что конкурс «Сияние Арктики» открыл вам просто дорогу в моделинг? Да. Вот видите, вторичные выгоды конкурса «Сияние Арктики». Так, Виктория, с вами все понятно. Ирина, расскажите нам, как опытный фотографирующийся, как хорошо получается на фотографиях? Главное, получать удовольствие от процесса. Так. Ну, естественно, подготовка. Какая подготовка к фотосессии? Это макияж, это продумать образ, это чтобы прическа была, все гармонично, чтобы было. И итог будет закономерен. А есть какие-то позы, в которых нужно фотографироваться? Нет, ну, конечно, позы есть какие-то определенные, но я больше за случайный кадр, да, вот просто, бывает, случайный кадр самый гениальный, самый красивый. Поэтому что-то позировать иногда скучно. Готовьтесь к эфиру. Я посмотрела, как фотографируются профессионалы. И знаете, это же только кажется, что это очень легко. А там, если она стоит с таким расслабленным лицом, возможно, у нее уже все мышцы там напряжены, как она и загнулась. Как удается сохранять естественность вот в этих неестественных позах? Это буквально секунду длится. Терпение потом выдохнуло. Красота требует же. Это оно. Так, а на конкурсе «Сияние Арктики» вам рассказывают, какие это секретики учат позированию? Да, на том же дефиле, нам говорят, вот, девочки, вы встанете так красиво, и тоже вам пригодится на фотосессии. То есть спинка прямая, плечи назад, то есть голова поднята. Да, главное, осанка и шею. Главное, шею. Так, девочки, как получится хорошо на новогодних фотографиях, когда в тебе уже селедка под шубой и тазик оливье? Что как нужно встать? Так графироваться попой. Это был самый глядный совет, который вы могли услышать. Ребят, весь новый год, девочки, селфи и крупные планы. Из-за елочки. Выглядывая, из-за елочки. Когда совершенно незаметно, что тазик оливье уже внутри. Почему мы будем такими же? Абсолютно. Кстати, кстати, вот сейчас вы уйдете на длинные новогодние каникулы. Да. То есть в это время ни дефиле, ни танцев не будет. Вам организаторы сказали салату не жрать? Нет. Ну, они, наверное, думают, что мы ответственные. Не экспленированные. А вам, наверное, платье шьют или дают в аренду, уже была примерка. Да. А вдруг после новогодних праздников случится казус? Ну, все в наших руках. Это наша зона ответственности. Девочки, вот напоследок расскажите нашим слушателям, как держать себя в руках во время новогодних праздников. Неважно. Не переедать. Не переедать? Не пить. Много. Хорошо. Так. Завод звездочка протестует. Хорошо. Не переедать. Друзья, если вы не хотите все новогодние праздники фотографироваться из-за елки, держите себя в руках и следите за обновлениями конкурса «Сияние Арктики». Сегодня у нас были прекрасная Виктория Колбасова и Ирина Высоцкая. Девочки, спасибо вам большое. Вы просто нереальный заряд позитива. Приходите к нам еще. Сегодня в студию вела я, Маша Максимова, и мы ушли обсуждать женские секретики. Пока-пока. Пока. 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 Открытая студия. Открытая студия.